МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо. В студии Александр Истомин. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Он был высококвалифицированный специалист. Такого хамского отношения никогда у нас этого на заводе не было. И вот такие какие-то три юнца так некрасиво ведут себя с пенсионерами. Такое впечатление, что они наемники. Проблема стихийных рынков и ужесточение штрафных санкций. Мы поддержали идею местных педагогов, очень талантливых людей, и решили приехать сюда. Спектакль «Без границ» состоялся на сцене городского дворца культуры. Наша задача, как представителей Российского союза боевых искусств, популяризировать, поддерживать это и всячески способствовать тому, чтобы это имело свое развитие. В Азове в рамках русско-японской дружбы прошел турнир по Кио Кюсенкай. На прошлой неделе во время рейда по выявлению несанкционированной торговли сотрудники муниципальной инспекции превысили свои полномочия, что повлекло волну возмущений со стороны пенсионеров. Кто прав, кто виноват, выясняли наши корреспонденты. Алексей Москаленко, заслуженный ветеран труда, был привлечен к ответственности сотрудниками муниципальной инспекции за торговлю в неположенном месте. Его жена Валентина Михайловна стала свидетелем неподобающего обращения к своему мужу во время составления протокола. Его схватили за руки и потащили в машину. Там был мужчина, Виктор Ярошов, он ему еще кричал. Вы что делаете? Вы что его тянете как преступника? Это что же это за отношения? Человек 45 лет отработал на заводе, я вместе с ним работала. Я работала ведущим инженером у них в цехе. Он был высококвалифицированный специалист. Такого хамского отношения никогда у нас этого на заводе не было. И вот такое какие-то три юнца так некрасиво ведут себя с пенсионерами. Такое впечатление, что они наемники. Это же просто обидно для пенсионеров. Почему такое гонение на пенсионеров? Куда им деваться? Пенсия маленькая. Надо платить и коммунальные, и как-то питаться, и как-то одеваться. А лекарство сколько нужно? Давление сидит, давляйте, как он сидит. Вот что делать? Как сообщил Алексей Иванович, в тот день он принес на продажу 3 килограмма винограда и не ожидал, что его накажут. Неожиданно приехала машина, в которой находились трое ребят. И они меня заставили насильно идти в машину, садиться и писать о том, что я не должен здесь торговать. Я просил, говорю, если я виноват, извините меня, я ухожу, я не буду здесь находиться. Нет, они меня насильно затолкали в машину и заставили писать акт о том, что я нарушил этот порядок. Мы обратились к начальнику отдела муниципальной инспекции Вячеславу Ипполитову прокомментировать сложившуюся ситуацию. Данного гражданина действительно инспектор оформлял, писал административный протокол, материалы эти есть, они зарегистрированы в инспекции, именно по факту несанкционированной торговли. У него во время осуществления незаконной деятельности были весы напольные, была продукция виноград, ведра уже пустые и ведра с виноградом еще не проданы. Соответственно, уважая возраст, инспектор помогли подняться ему, так как он говорит, ну я там больной человек, ему и попросили его написать, ну присесть в автобус, чтобы удобно было, у нас есть автобус в муниципальной инспекции, со столиком удобным, чтобы можно было написать административный протокол, он согласился пройти, ну помогли ему, конечно, подняться в автобус. На мужчину составили протокол, который предусматривает штраф в размере 3000 рублей. Что же касается мер, принятых на момент задержания, Вячеслав Викторович прокомментировал следующее. В инспекции проводятся ежедневные планерки, на которых я категорически запрещаю заниматься коррупцией. Всегда настраиваю на то, что необходимо с гражданами общаться уважительно, независимо от того, какая это категория, пожилые люди, молодые люди, неважно. Но рейды продолжаться будут, работа вестись будет. Соответственно, всех предупреждаем, что санкции сейчас серьезные и необходимо сворачивать незаконную торговлю стихийную, находить место на рынке. Я знаю, что у главы администрации с рынками есть соглашение для людей, которые продают свою продукцию, предоставлять им места либо по льготной стоимости, либо вообще бесплатно. На территории города Азова ежедневно проходят проверки по выявлению несанкционированной торговли. Согласно областному закону об административных правонарушениях Ростовской области, торговля должна производиться только в установленных для этих целей местах. Однако, продавцы игнорируют законодательство, аргументируя тем, что их товар затеряется в массе. Гоняют нас без конца. Гоняют. Что там, то зелень, то картошинка. Ну что, как вывезешь, что свое домашнее есть. И ты не имеешь права. Обзывают по-всякому. Мы на вас милицию всех натравим. Мы что, воруем или что мы делаем? Ну свое собственное. Имеешь право куда-то хоть чуть его реализовать и все. Я была здесь на рынке, с меня взяли 50 рублей. Я торговала 200 рублей. У меня 80 рублей дорога. Мне это выгодно пойти на рынок? А здесь торговать выгоднее? Ну не выгоднее, но просто в другой раз как-то. Поток людей. Здесь проходимость. Ну лишь бы проходимость, во-первых, больше. Лишь бы. Вот это не тревожили, не гоняли. Мы же не ворованные продаем, правильно? Ольга Глазова столкнулась с другой проблемой. По неизвестным для нее причинам ветеринарная служба центрального рынка отказалась принять мясо свиньи, выращенные на своем подворье. Я хочу сказать по поводу того, что запрещают торговать с деревни здесь все. Абсолютно все. Два года назад Путин сказал, выращивайте хозяйство, поднимайте. Мы вложили два года деньги в хозяйство, а теперь мы не можем его даже сдать на рынке, потому что запрещено. Мясо домашнее не принимают. Здесь запрещено торговать. Куда нам теперь это девать? Что с ним делать? Я приезжала вот в субботу, чтобы сдать свиней. Мне отказали. Мне сказали, домашнее не принимаем. На центральном рынке. Главный ветеринарный врач города Азово-Азовского района Михаил Драла сообщил, что требования к мясу животных в выращенных домашних условиях изменились. В связи с вступлением с 1 июля 2018 года в силу информационной системы по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов «Меркурия» Убой должен осуществляться только на специализированных убойных площадках мясокомбинатах. То, что происходит подворный убой дома, может использоваться мясо только для личных целей. На территории Азовского района имеется убойная площадка по убою крупного рага ЦУСКОТА. Это хутор Победа Азовского района. Мы не можем нарушить законодательные акты, в том числе и технический регламент, где это все прописано. При наличии такой бойни население сможет, если у нас появится на территории Азовского района такая бойня, население сможет привозить на это предприятие поголовье, его убивать, проводить. Ведь будет проведена ветеринарно-санитарная экспертиза, оформленная в надлежащем виде ветеринарно-сопроводительные документы. И тогда они могут ее, пожалуйста, направлять, то есть везти на рынок для реализации, в магазины, на мясоперерабатывание, куда угодно. Что же касается торговли за пределами рынка, не стоит забывать, что штрафные санкции никто не отменял. И даже за один килограмм проданных излишек натурального хозяйства продавцы понесут наказание. Ивана Пажельцева, Александр Истомин, Азов.Инфо. На сцене городского дворца культуры состоялся необычный концерт. Своё творчество представили воспитанники Азовского детского дома-интерната и ученики Пермской средней общеобразовательной школы номер 9 имени Александра Сергеевича Пушкина. Инклюзивный спектакль стал заключительной частью проекта «Я покажу тебе мир», главная цель которого – социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. А спектакль «Без границ» в материале наших корреспондентов. Искусство не знает барьеров и границ. В этом убеждены организаторы проекта «Я покажу тебе мир». 23 сентября на сцене городского дворца культуры состоялся спектакль воспитанников Азовского детского дома-интерната и учеников Пермской школы номер 9. На совместный проект педагогов из двух разных регионов страны вдохновила общая цель – стереть барьеры между обществом и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы поддержали идею местных педагогов, очень талантливых людей и решили приехать сюда, провести общие события, ну а также в разных видах деятельности сажали деревья, создавали удивительные рисунки, играли, репетировали танцы. Все это было очень знаково и интересно. Ученики Пермской школы впервые выступали на сцене вместе с особенными детьми. Юные артисты признали, что сначала было трудно, но благодаря помощи наставников ребята смогли найти общий язык и даже подружились. Поначалу было тяжело очень освоиться, потому что это непривычно для нас, но потом у нас все получилось, и мы сейчас вообще не хочется уезжать, и мы очень рады, что у нас есть такая возможность. Удалось подружиться с многими ребятами, они очень общительны, они хотят разговаривать, со всеми подходят, общаются. Воспитатель детского дома-интерната Юлия Белоусова подчеркнула, что детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо общение с внешним миром. Особенно со сверстниками. Дети от ДДИ, безусловно, очень счастливы. Вот такая социализация этих детей, она очень важна, потому что когда они, они очень открытые, они очень доброжелательные, они идут на контакт. И когда к ним приехали гости, они были ответственны за этих гостей, они играли разные социальные роли, и экскурсовод, и повар. Они были очень приветливы и встречали наших гостей. «Я покажу тебе мир» – не последний совместный проект азовчан и пермяков. Педагоги и дети намерены продолжать общаться и развивать новые направления в совместном творчестве. Людмила Улихина, Ксения Никифоряк, Юрий Трузякин, Азов.Инфо Открытое первенство города по Кё-Кё-Синкай состоялось в Азове в минувшие выходные. Спортивные соревнования посвятили святителю Николаю Японскому. Именно благодаря ему на Донской земле смогли объединить такие разные друг от друга вещи, как православная вера, история русских единоборств и далекая Япония. Подробности турнира в нашем следующем сюжете. В рамках года Японии в России и в память о святителе Николаю Японском на Азовской земле прошло открытое первенство города по Кё-Кё-Синкай среди детей и юниоров. В спортивных соревнованиях приняли участие более 150 человек. Уровень организации турнира оценил вице-президент ростовского филиала Российского союза боевых искусств Валерий Вакула. По его мнению, в Азове создана достойная база для развития спортивных единоборств. Важной чертой городских открытых соревнований он назвал возможность получить консультацию у тренеров и опытных спортсменов. Приходят ребята, задают вопросы. Самое главное, что и в Азове это уже взяли за правило, на таких соревнованиях давать консультации родителям. Родителям для того, чтобы понять, нужно ли идти заниматься Кё-Кё-Синкай или кудо, или карате, или дзюдо, или айкедо, другими видами боевых искусств. Поэтому наша задача, как представителей Российского союза боевых искусств, популяризировать, поддерживать это и всячески способствовать тому, чтобы это имело свое развитие. По словам президента Ростовской ассоциации Кё-Кё-Синкай, восточные единоборства очень популярны на Донской земле. Во многих городах региона действуют клубы Кё-Кё-Синкай, воспитанники которых демонстрируют триумфальные результаты на соревнованиях в России и за рубежом. Кё-Кё-Синкай в Ростовской области очень динамично развивается. В этом году мы принимали участие в первенстве мира в Японии. У нас в настоящее время порядка 40 клубов и общая численность около 1200 занимающихся. София Чемшит занимается Кё-Кё-Синкай три года. За это время не раз становилась победительницей спортивных турниров Ростовской области и других регионов страны. Меня привлекает ката. Ката – это невидимый бой, получается. Там есть удары, есть блоки, есть стойки, получается. Представляешь себе соперника и, получается, бьешь эти все удары, защищаешься. Командные кубки открытого первенства разыгрались среди клубов Ростовской области. Первое место занял клуб Александра Ли из города Батайска. На втором оказались «Азовские котята» под руководством тренера Александра Шумлянского. И бронза досталась клубу Олега Захарова из Ростова-на-Дону. И еще одно спортивное мероприятие состоялось в селе Кулешовка. 22 и 23 сентября в рамках девятого тура мужской суперлиги по хоккею на траве на домашнем поле Клуб Тана встретился с московским клубом Центра Олимпийской подготовки «Динамо». Две заключительные игры осенней домашней серии суперлиги для Азовского клуба ожидались весьма непростыми, несмотря на то, что соперники из столицы занимают последнюю строчку турнирной таблицы. Динамовцам для того, чтобы обогнать ближайшего соперника, необходимо было увезти из Азова минимум три очка, что мотивировало хоккеистов на острую и бескомпромиссную игру. Какую они и показали на Кулешовском поле. В субботней встрече уже на третьей минуте счет открыли гости. Спустя 20 минут Тана сравнивает счет, но вновь теряет преимущество под конец первого тайма. Вторая половина игры прошла под натиском Азовчан, в результате которого капитан команды Роман Сибаев делает хит-трик и обеспечивает победу в своей команде со счетом 4-3. Воскресная игра стала настоящим подарком для болельщиков, которые пришли поддержать свой клуб на заключительной домашней серии и смогли наблюдать, как на поле разворачивается настоящая спортивная драма. Дубль Соболевского и Сибаева вкупе с трудовыми голами Стариенко, Малейко и Петрухина не смогли обеспечить победу в основное время и победителя определяли уже в серии буллит. В первой половине встречи место в воротах Артема Олейникова впервые после травмы занял Иван Ожерелев, на плечи которого была возложена ответственность за исход после матчевой серии штрафных бросков. Другая сторона! Хорош! Все решалось во втором круге штрафных, где гости не смогли пробить нашего голкипера, а Денис Стариенко поставил жирную точку в этой встрече. Пошли две игры чемпионата России, но они были очень сложные. Конечно, понятно, что хоть и клуб города Москвы находится на последнем месте, но они все равно борются за очки, чтобы выйти на пятое. Поэтому они составили большую конкуренцию. Первую игру мы выиграли 4-3, во второй игре тоже выиграли, но уже по булитам. Ну, потеряли одну очко. Я думаю, что у нас, конечно, принципиальная ситуация в борьбе с Екатеринбургом. Но, конечно, немножко то, что мы одну очко потеряли, немножко осложнило борьбу с Екатеринбургом. Нам осталось провести еще две встречи с Электросталем на выезде и две встречи с Казанем на выезде. Ну, будем бороться. Таким образом, в двух домашних сериях азовские мамонты смогли растоптать сборную Санкт-Петербурга и, немного споткнувшись о московских олимпийцев из Динамо, продолжить борьбу за третью строчку таблицы, от которой разделяет всего пять очков. Их предстоит заработать на выезде с лидерами чемпионата, динамовцами из Электростали и Казани. Встречи пройдут в конце сентября и середина октября соответственно. Александр Истомин, Азов.Инфо. И в заключении, на календаре 24 сентября, и осень постепенно вступает в свои права. Азовчане уже отметили утреннюю и вечернюю прохладу. Такая погода присуща начала осени. Но уже буквально на днях, по прогнозам синоптиков, в нескольких районах Ростовской области ожидается похолодание и осадки. По данным Гидромедцентра России, понижение температуры прогнозируют на 25 и 26 сентября в некоторых районах Ростовской области. Днем столбик термометра поднимется до отметки 15-17 градусов. Ночью похолодает до 2-3. При этом ветер будет не сильным 5 метров в секунду. В Ростове 25 сентября ожидается небольшой дождь. Со вторника по четверг днем будет 15-17 тепла. Ночью температура понизится до плюс 6. К пятнице в областном центре прогнозируют ясную погоду и потепление до 20 градусов. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6-15-54. Будем делать новости вместе. А я напоминаю, что 26 сентября в эфир выйдет программа «Среда» с Алексеем Скляровым. Гость студии, замглавы администрации по ЖКХ Анатолий Рябаконь. Свои вопросы вы можете задавать уже сейчас. Телефон тот же 6-15-54. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Во вторник, 25 сентября, будет пасмурно, возможен дождь. Днем 13-14 градусов тепла, ночью 8-11. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Влажность воздуха 80%. Уровень воды в реке Дон на 31 сантиметр выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 19 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Субтитры предоставил DimaTorzok